Всем привет! И я снова с обзором. На этот раз мы будем сегодня рассматривать камеру продолжения линейки EM10. EM10 Mark II, которая была анонсирована буквально пару недель назад. Сейчас линейка Olympus OMD состоит из пяти камер. Это пятерка, первая камера Olympus OMD, которая буквально взорвала рынок беззеркальных камер. Далее единичка, на которую сейчас снимается обзор. Камера скорее репортажная, с датчиками фазового автофокуса на матрице, очень быстрая, в серийной съемке, то есть заточенная под скорость. Далее десятка, первая версия OMD EM10, несколько удешевленный вариант пятерки. Собственно, OMD EM5 Mark II, обзор, который вы могли читать, смотреть в феврале этого года в моем блоге. И вот, наконец, Olympus анонсирует OMD EM10 Mark II, то есть продвинутую, усовершенствованную версию десятки. Что такое вообще EM10 и зачем понадобилось буквально через полтора года после выпуска первой версии десятки презентовать вторую версию? Ну, десятка первая все-таки во многих аспектах уступает и пятерке, и единичке, безусловно. И уж с выходом EM5 Mark II эта камера стала, откровенно говоря, смотреться для многих устаревшей. В том числе и по дизайну, потому что дизайн в ней от первой пятерки. Ну, и по софту, по функционалу, стабилизатор трехосевой, в общем-то, его больше ни в каких камерах Olympus на сегодняшний день нет, кроме десятки первой. И, соответственно, еще и экранчик, и электронный видоискатель были не самого лучшего качества. В пятерке, второй версии пятерки, как раз мы увидели с вами обновленный дизайн, усовершенствованный. То есть, серия OM-D линейка, она все еще узнаваема, но Olympus переделал колесики. Вот, в целом, камеры стали выглядеть еще более стильно, классно, материалы кое-какие улучшились. Вот, чтобы соответствовать этому уровню, нужно было добавить в линейку бюджетную камеру, но которая все-таки была бы по внешнему виду, по дизайну, по софту и по возможностям, в том числе и по стабилизации, не сильно хуже, чем 1 и OM-D EM5 Mark II. И так, когда первый раз берешь у руки эту камеру, в общем-то, не замечаешь каких-то принципиальных отличий по дизайну от EM5 Mark II. То есть, она больше похожа на вторую пятерку, чем на свою предшественницу. Но у меня здесь серебристая версия, даже если мы будем сравнивать с черной версией старой десятки, все равно, эта камера уже наследует дизайн, который был впервые представлен со второй версией пятерки. Как вы заметите, у меня на камере сейчас установлен новый объектив FISH-I 8 мм со светосилой 1.8. Его обзор мы сделаем тоже чуть-чуть попозже. А сегодня поговорим все-таки о самой камере. Ну, тут в плане дизайна, конечно, все очень здорово. Причем заимствование есть не только у OM-D EM5 Mark II, но и у 1, например. Вот эта вот угловая кнопочка FN1, она очень похожа на то, что у 1 на ручке. Правда, честно скажу, она не такая удобная, но надо понимать, что это все-таки камера компактная. В отличие от той же единички, она заточена под исключительно любительское использование. Соответственно, и цена у нее довольно бюджетная. В России она будет продаваться по цене в 39 990 рублей, что, в общем-то, в нынешних условиях не так много. И это практически на 10 тысяч дешевле, чем американская цена, если ее пересчитать в рубли. Поэтому Olympus здесь, как всегда, идет навстречу фотолюбителям и предлагает посмотреть вот на эту замечательную камеру. Чем она вообще замечательна? Ну, помимо дизайна, помимо колесиков и элементов управления, которые практически полностью поменялись и стали соответствовать самым современным стандартам. При этом камера остается очень стильной, красивой, как в черной версии, так и в серебристой. В плане начинки многое поменялось. Конечно, фотосенсор остается все тот же, 16-мегапиксельный. И очень многие фотолюбители по этому поводу высказывают неодобрение, сожалению. Ну, как можно уже столько лет делать камеры на одной и той же матрице? Хотя говорят, что как раз во второй версии десятки стало меньше шумов, причем не только в JPEG, но и в RAW файлах. Ну, это мы еще проверим. Я сделаю тесты, посмотрим, что там шумодав или действительно технологии улучшились, может быть, обвязка улучшилась и так далее. Процессор здесь установлен тот же самый, True Peak 7-й версии. В общем-то, необходимости менять проц особо я не вижу, потому что камера и так быстрая, все работает хорошо. Значит, стабилизация теперь пятиосевая. То есть, полноценный стабилизатор установлен в десятке, как во всех остальных камерах. Как в единичке, как практически такой же, как во второй версии пятерки. Только во второй версии пятерки еще есть режим 40 мегапикселей, который тоже завязан на стабилизаторе. Здесь этого режима, конечно, нет. Ну, выпуск вообще, выпуск новой камеры, выпуск новой десятки, хоть она и очень похожа на пятерку в целом, да, но какие-то фишки в ней отсутствуют. То есть, эта камера была выпущена для того, чтобы хоть как-то дифференцировать рынок и при этом обновить линейку бюджетных камер. Это неплохо. То есть, чем больше камер, чем больше бюджетных вариантов, тем лучше. Тем более, что старая десятка с производства, насколько я знаю, не снимается. То есть, вы можете купить еще дешевле десятку. Вы можете чуть-чуть подороже купить вторую версию AMD E-M10 Mark II. Вот, получить практически камеру идентичную пятерке, которая стоит около 63 тысяч рублей, а эта стоит 39. Вот, то есть, разница есть. Вы что-то там недополучите, недополучите 40-мегапиксельный режим и чуть-чуть, может быть, эргономики. Но вот, честно сказать, мы сейчас продолжим диалог, вернее, мой монолог про эргономику. Поэтому у Olympus очень часто бывают такие решения, что на первый взгляд они кажутся нецелесообразными, странными, иногда даже кому-то и нелепыми. Но потом, когда камерой пользуешься, понимаешь, что на самом деле это все было очень рационально. Вот, например, колесо переключения режимов. Оно может показаться высоковатым. И вообще, зачем оно с правой стороны, как бы можно было его оставить слева, как и у всех остальных камер. Но при этом, вот, я, например, ощутил, что одной рукой, когда фотографируешь, очень удобно переключать режимы. Вот, колесико вращается, никакой фиксации у него нет. Причем оно вращается полностью по всему кругу. И одним пальцем большим можно переключиться с фото на видео, например, съемку. Все очень удобно, никаких проблем нет. При этом сделали нормальный человеческий переключатель включения-выключения камеры. Даже им удалось уместить здесь маленькую кнопочку FN3. Ну, маленькая, не маленькая, но она уже есть. То есть, в старой десятке было две программируемые кнопки, здесь уже три. На нее можно повесить, там, фокус пикинг, еще что-то. Ну, в общем, стала камера удобнее. Стал удобнее подъем вспышки. То есть, для того, чтобы подняв вспышку, достаточно просто еще повернуть немного выключатель камеры. Очень рациональное решение, на мой взгляд. Если уже есть элемент управления, почему бы ему не навесить какой-то дополнительный функционал. Вот здесь дополнительный функционал, это подъем вспышки. Зачем вообще вспышка нужна? Да, почему бы ей не быть. На других камерах у единички, у пятерки вспышки обычно отдельные ставятся, прилагаются в комплекте. При этом, вот этот вот горб видоискателя, он все равно есть. Ну, а здесь вспышка прям встроенная. Ну, она не очень мощная, но, по крайней мере, она может управлять удаленно, другими вспышками. Что, в принципе, удобно. Дальше. Экранчик. Экранчик у нас все еще наклонный. Не откидной, а наклонный. Мне трудно как-то обосновать это решение Олимпуса, почему они не стали делать такой же вот откидной экранчик, как у пятерки и поворотный. Но вполне возможно. То есть, я не думаю, что вот такой вот экран будет стоить в производстве дороже, чем просто поворотный. Потому что здесь элементов как-то меньше в конструкции, а здесь элементов в конструкции больше. Если туда заглянуть, то там шарнирки есть еще дополнительные. Вот. Но, честно скажу, когда я впервые в руки взял вторую пятерку после первой пятерки, мне показалось, что откидывать этот экран, чтобы снять, сделать фото с верхней или с нижней позиции, как-то дольше, чем просто взять и отщелкнуть вот такой вот экранчик. При том, что съемка сверху или снизу, это два самых распространенных вида съемки, при которой вам нужно что-то делать с экранчиком. Вот. Соответственно, и конструкция вроде бы как-то более крепкая, что ли, не знаю. Хотя, вот я сколько пользуюсь первой, второй пятеркой, и ничего с экранчиком, никаких люфтов не появилось. Все хорошо. Ну, в общем, тут можно бесконечно спорить о том, что лучше. Вот. Во всяком случае, экран неплохой. Все здорово. Видоискатель тоже стал намного лучше, чем в первой десятке. Он уже полноценный, 2 с чем-то мегапикселя. Плюс к этому у него появился режим симуляции оптического видоискателя. Это значит, что, включив этот режим через меню камеры, вы можете, глядя в видоискатель, видеть картинку не такой, какая она будет после съемки кадра. То есть, не симуляцию экспозиции. А живую картинку, как если бы вы смотрели сквозь обычный оптический видоискатель, там, пленочные камеры или зеркалки. Вот. В принципе, это довольно удобно для тех, кто привык к симуляции экспозиции в экранчике. Это может быть немного непривычно, но именно в плане визирования, особенно в сумерках или на ярком свету, вот эта опция очень удобна. Что еще сказать? Кнопки, элементы управления стали крупнее. Все кнопочки, вот эта крестовина стала полноценная, удобная. Выступ под палец, как у пятерки второй. То есть, здесь явное развитие, явный прогресс именно в плане качества и эргономики. Все очень красиво, здорово. Батарея все так же вынимается снизу, и там же, точно так же, как и у первой десятки, гнездо для флешки. Это не совсем удобно, потому что для того, чтобы поменять флешку нужно, или аккумулятор, камеру нужно снимать со штатива. Соответственно, там, где у единички, у пятерок вставляется флешка, здесь есть у нас разъемы USB, видеовыход, HDMI. Джека для микрофона, для съемки видео, для записи звука, все так же здесь нет. Ну, опять же, маркетинговая дифференциация, иначе тогда камера не будет никак отличаться от более дорогой версии. По скорости работы я особых отличий не заметил. То есть, камера все так же быстрая, как и вся серия OM-D. Очень удобно лежит в руке, даже без батарейной ручки. Батарейная ручка, кстати, новая. Точнее, это не батарейная ручка, а просто рукоятка. Что еще сказать про эту камеру? У нее появились новые софтварные фишки. Например, брекетинг по фокусировке. Очень полезная фича для макро и для предметки. Вы можете задать количество перефокусировок. И камера сделает много кадров с разным положением фокуса, которые вы сможете потом сшить в фотошопе в одну картинку, в которой будет очень большая гриб. Это полезно тем, кто снимает макро. До этого нужно было вручную перефокусироваться, делать несколько перефокусировок, несколько кадров вручную. Сейчас можно задать в меню количество кадров, величину сдвига между кадрами, нажать кнопку, и камера сама сделает нужное количество фотографий. Вы их потом сошьете в фотошопе или в геликон фокусе или еще в каком-то приложении для стекинга. В плане видео тоже многое улучшилось. Появились режимы съемки, которые есть в пятерке и в десятке. 24-25 fps, 30, 50 и 60, в том числе с межкадровым сжатием и без межкадрового сжатия, и с величиной потока 55 и 70 мегабит, соответственно. То есть достаточно серьезная заявка на видеосъемку. И плюс еще появился такой, на мой взгляд, довольно номинальный режим. Но камера все-таки может снимать 120 кадров в секунду. Правда, в разрешении VGA. Но, может быть, какие-то любительские слоумо с помощью нее можно было бы снять. Ну, вот что в приближении можно рассказать об этой камере. На мой взгляд, она получилась довольно удачная. Я ее уже успел поснимать в разных условиях. И после OM-D E-M5 Mark II каких-то особых недостатков ни в эргономике, ни в скорости, ни в качестве картинки я не заметил. То есть, да, у нее отсутствует 40 мегапикселей режим и кое-какие мелочи. Но, в целом, камера очень достойная. И если вам не хватает денег на вторую пятерку, то вот эту камеру можно абсолютно смело брать. Вот. Тем более, что она сделана очень качественно. И, на мой взгляд, по внешнему виду, по качеству сборки, в общем-то, оставляет позади и десятку, и первую пятерку. То есть, явный прогресс есть. В дальнейшем мы попробуем рассмотреть все новые фишки камеры более подробно. Я сделаю обзоры, касающиеся и дизайна с фотографиями, эргономики, и видеосъемки стабилизатора. Сравню, насколько более качественно стабилизирует 5-осевая стабилизация в сравнении с 3-осевой на первой десятке. Посмотрим на брекетинга по фокусировке, потому что мне это особенно интересно, как предметчику. Ну, в общем, будет серия обзоров. Спасибо за внимание!